В воскресенье в Маргаушском районе горела школа. Пострадавших, к счастью, нет. В результате возгорания закопчены стены коридора на первом этаже. В настоящее время причину пожара выясняют эксперты испытательной пожарной лаборатории. Руководитель Республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям доложил, как ликвидируются последствия пожара в Шатьмапасинской общеобразовательной школе. Соответствующее поручение глава республики дал еще вчера. В 10.36 возник у нас пожар в Шатьмапасинской общеобразовательной школе. Причина – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Слава богу, что это было днем. Слава богу, что там детей не было в дневное время. И в воскресный день. И плюс своевременное прибытие представителей пожарной части. И плюс то, что с трех сельских поселений добровольно пожарная охрана сработала. Это Юськасы, это Ситракасы, Яробайкасы позволило все же минимизировать тот ущерб, который мог быть во время такого пожара. Учебные классы не пострадали, но тем не менее в коридорах надо проводить ремонтные работы. Среди с чем принято решение детей подвозить в соседнюю школу Юськасинскую 13 километров на школьных автобусах. Сегодняшний день дети подвозят в эту школу, в одну смену укладывается. С размещением, обучением детей проблем нет, хотя трудности возникают для детей, конечно. Михаил Игнатьев попросил внимательнее подойти к определению суммы ущерба и в ближайшее время восстановить помещение, чтобы дети могли закончить учебный год. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Продолжение следует...